Привет, я Александра, это «Минута с налоговым консультантом». Сегодня мы говорим о том, что такое оприходование наличных. Согласно положению НБУ номер 148, оприходование наличных – это проведение субъектом хозяйственным в учете наличных в кассе в полной сумме их фактических поступлений в кассовой книге, в книге учета доходов, в фискальном отчетном чеке, в электронном фискальном отчетном чеке, в расчетной квитанции. Наличные, которые поступают в кассу субъекта, должны в день поступления оприходоваться. Но далее, расписано в постановлении номер 148, для каждого субъекта есть свой сценарий оприходования. Это очень интересно, это иллюстрирует, как тяжело простыми словами написать текст закона. Итак, если предприятие работает с РРО, а также ведет кассовую книгу, для него оприходование – это осуществление записи в кассовую книгу на основании приходного кассоордера, который вы сделали наверняка в момент служебного вынесения средств из РРО. Это первый сценарий. Для субъектов, которые не ведут кассовую книгу на торговых точках, оприходованием будет являться обеспечение хранения фискального отчетного чека в электронной форме в том порядке, как они сами эти субъекты предусмотрели. То есть, снятие Z-отчета, и если вы его сохранили в электронной форме, это для вас оприходование. Если вы используете программное РРО и не ведете фискальное, не ведете кассовую книгу, и то есть у вас РРО программный, и больше ничего нет, в таком случае вы обеспечиваете не просто хранение электронного фискального отчетного чека, а также вы обязаны убедиться, что программный РРО отправил на сервер налоговой сведения о ваших реализациях, то есть дополнительное требование, чтобы программный РРО выполнил свою вот эту функцию передачи данных на сервер ГФС. Если вы предприниматель, вы можете оприходовать свои наличные средства через запись, путем записи в книгу учета доходов, или же, как указано в этом же положении, 148 в свободной форме вы оприходуете свои наличные. Ну, возможно, вам нужно завести школьную тетрадку. Если есть такие субъекты, которые работают без РРО, но с КОРО, с так называемой книгой учета расчетных операций, то для них запись в эту книгу плюс расчетная квитанция тоже будут являться оприходованием. Мы, как видим, у нас несколько сценариев оприходования, и субъект, который работает тем или иным способом, он просто должен выбрать свой сценарий и его, естественно, придерживаться. Поэтому будьте внимательны, оприходование имеет много оттенков. У меня на этом все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok